Здравствуйте! Сегодня 14 марта 2022 года, 22 часа 28 минут. Я только что выходил во двор, давал котам своим покушать и смотрю на небе. Луна такая, процентов на 70 на 75 уже освещается солнцем. Яркое отражение света от нее идет. Небо абсолютно безоблачное, очень хорошо видны звезды. Облаков и даже малейших, таких маленьких облаков, которые по вечерам бывают, даже не облаков, а дымки, ничего этого нет. То есть абсолютно ясное, чистое небо, как говорится, видимость на миллион. На миллион километров подразумевается. Прекрасная погода, очень слабенький такой ветер дует западный, малозаметный. И со стороны Чернигова слышны такие отдаленные, гулкие взрывы от снарядов. И от Чернигова, и за Черниговом. Есть населенные пункты. Вот название такое есть. Михайло Кацюбинское. Если по карте посмотреть, это в сторону Киева направление. Если от Чернигова ехать, то по правой стороне там большой такой лес. Есть и недалеко от дороги Е95, которая из Чернигова на Киев идет. Ну, это Гомель, Чернигов, Киев. И дальше там от Киева в сторону Одессы можно доехать по этой дороге. Это такая международная дорога. Так вот, со стороны этого Михайла Кацюбинского. Ну, расстояние так предположительно... Сейчас у меня карты под рукой нет. Я не имею доступа к интернету, ни к автоволоконному, ни к мобильному. Все сейчас у нас тут не работает. Ну, я так предполагаю, километров 70, наверное, туда. Вот приблизительно с того направления такие отдаленные уголки, не очень громкие, отзвуки от взрывов идут. Сегодня у нас по селу здесь военная, это российская, российская техника ездила. Я узнал, как называется эта машина, которая... Я вот раньше в своих видео называл ее, значит, раза в четыре больше, чем УАЗик. Ну, помните, такой вот советский был автомобиль, еще милицейская такая вот была модель УАЗики. Вот, ну, с передним, задним ведущим мостом. Но это называется, оказывается, бронированный автомобиль Рысь. Вот, такое название. Несколько таких автомобилей тут по селу ездили. И другие машины военные я видел. На всех либо нарисовано сзади и по бокам из баллончика с белой краской кольцо такое типа бублика, или же из бумаги вырезано. И на многих грузовых машинах, КАМАЗы такие военные, с бортовым таким кузовом для перевозки людей, ну, автоматчиков, там, пехоты этой, на стеклах по бокам висят бронежилеты. Ну, как бы защита водителя от того, что если сбоку будет стрелять, так, чтобы через стекло не пролетела пуля и не убила этого водителя и двух пассажиров, которые рядом с водителем сидят. Мое село находится на севере Черниговской области Украины. Приблизительно 60 километров до границы с Россией. Ну, и приблизительно столько же до границы с Белоруссией. Это пограничный переход Новая Яриловича. Это село, которое находится на территории Украины. А если граница Украина-Россия, то там пограничный переход Синьковка. И до Чернигово по дороге приблизительно километров 50, ну, а так по прямой километров 45. Так вот, эти вот выстрелы, которые я сегодня слышал, ну, вот сейчас, до того, как начал записывать это сообщение, они гораздо тише, чем в предыдущие дни. То есть, бои идут за Черниговом, с южного и с западного направления пытаются в Чернигов войти. И более дальние такие населенные пункты, тоже там вот боевые действия происходят. Так что, сейчас эти рашистские войска никак не успокоятся. Причем, что самое интересное, что они не только днем воюют, а вот как только ночь, так у них как зуд в заднице начинается. Не могут себе места найти. И обстрелы, и самолетами, которые через границу летают, совершенно свободно, военные, боевые самолеты. Вот вчера в 4.33 ночи, три самолета пролетело над моим селом, с территории России. И летели в сторону, я так предполагаю, в сторону Нежино, в сторону Сунской области, вот туда вот летели, и в сторону Харькова, вот в том направлении. Сегодня по радио, украинское радио, украинский радио на украинской мове, так называется эта радиокомпания, это такое название этой радиокомпании, передали сообщение, что подземное газовое хранилище под Черниговом, значит, частично повреждено, то есть там попали какие-то вот, то ли снаряды, то ли там ракеты попали, ну, в общем, что-то там попало, и эвакуировали персонал этого газохранилища подземного, эвакуировали с этой территории, потому что, если будет обстрел, а там внизу огромный резервуар, ну, там пещеры какие-то, там не просто, значит, какая-то бочка с газом, а природный резервуар, из которого когда-то там то ли воду выкачали, то ли там еще чего-то, там может быть газ когда-то качали, и в результате туда, как вот в Западной Украине, есть такие подземные хранилища для газа, туда закачивают большие объемы газа, и их там под землей хранят, то есть это естественные какие-то хранилища, вот, но взрывов там никаких, слава богу, не было, утечек не было, все пока целое, земля держит герметичность этого хранилища, и газ вот этот природный, он оттуда не выходит, и взрыва не было. Сегодня практически весь день бомбили Чернигов, Нежин бомбили самолетов и снарядами, там и с танков расстреливают, Нежин, это город Черниговской области, довольно крупный город, я на электричке туда ездил, мопед там когда-то, это самое, значит, у одного человека смотрел, но он не подошел мне там, ну, по техсостоянию, вот, я на электричке туда ездил, вот, так что я был в том городе, и представление об этом имею. И есть поврежденные и жилые дома, и постройки различные, такого вот назначения, ну, типа там больницы, поликлиники там, и так далее. Ну, Нежин он и многоэтажные дома имеет, там 9 этажей и так далее, и частный сектор, ну, на окраинах, а в центре там уже, конечно, многоэтажная застройка. Так что эти расисты никак не могут успокоиться с вот этой победоносной захватнической войной, которую они планировали за один день, за одни сутки там максимум захватить всю Украину и этим таким расистским, фашистским этим блицкригом захватить всю Украину и поставить Украину на колени и под ультиматумом вынудить правительство Украины и президента Украины подписать кабальный договор о том, чтобы Украина капитулировала и сдалась в плен целиком и полностью на, значит, волю победителя этой расистской сраной армии. А оказалось, что вот уже почти 20 дней сопротивляется. С 24 февраля 2022 года с 5 часов утра Украина сопротивляется и Блицкриг провалился и вот эти боевые действия, которые ведет украинская армия, украинские вооруженные силы, огромные потери нанесли и технике расистской этой, и самолетам, и БТР, и танкам, и гаубицам, и вертолетам, и пушками, и зенитками, БМП, и машинам различным, которые и для перевозки топлива, и для перевозки жилой силы. Огромное количество потерь, и больше 12 тысяч расистов этих убито, и они валяются на улицах, там им собаки и уши объедают, и носы обгрызают, и щеки объедают, вот, ну, там, если у кого кишки, там выворачены, значит, и кишки эти едят, там, потроха, там, печень, там, и все такое прочее. Так что, вот, мамаши российские, вот куда ваших детей послали, на мясорубку, и ваших детей жрут собаки бездомные. Естественно, что этих собак в каждом городе, в каждом населенном пункте, в селе, они есть, ну, по разным причинам. Есть такие люди, которые берут песика маленького, красивого, для своего ребенка, ребенок повыгрался, а потом этот песик подрос, он уже стал больше в размере, чем хозяева хотели, там вырастает такая здоровенная собака, что ей надо каждый день по ведру еды готовить, ну, 10-литровое ведро имеется в виду, то есть 10-литровую кастрюлю еды ей надо приготовить, чтобы она утром, днем и вечером поела, и чтобы она насытилась. Естественно, что это огромные затраты денег, она же не просто там пшеничную кашу ест голую, без ничего, ей там и мясо хочется, и рыбки там, и еще чего-то, то есть белковая еда должна быть сбалансированный корм. Вот, одним сухим кормом, каким-то дешевым, собаку такую не прокормишь, ну, ее что делают? Выбрасывают и все, ну, то есть есть такие люди, которые и в Украине есть, и в Молдавии, и в Белоруссии, и в России, и где угодно, то есть абсолютно безответственные, которые для того, чтобы ребенок поигрался, покупают собачку, потом ее выбрасывают, она становится бездомной. Я видел таких собак и в Киеве, и в Чернигове таких собак видел, но есть такие собаки, которые бездомные от рождения, то есть они на улице рождаются, их матери, вот эти собаки, кормят, выращивают, и они там в таком бездомном режиме живут. Но тогда, когда войны не было, все-таки этим собакам доставалась еда и в мусорных контейнерах они там рылись, и под какими-то ресторанами, под кафе, под магазинами, там что-то находили поесть и могли питаться. А сейчас, так как в магазинах не особенно и продуктов для людей есть, вот, например, я сегодня ходил в магазин, купил хлеб, привезенный батюшкой, отцом местной церкви, значит, он из городни на своем микроавтобусе возит этот хлеб, и я сегодня там помогал этот хлеб заносить, но не только я один, там и другие мужчины были, которые пластмассовые ящики носили, хлеб заносили. Так что ассортимент там хлеб, значит, небольшое количество там конфет осталось после ограбления этого магазина рашистами, этими галадранцами, этими нищебродами, несколько там упаковочек с кетчупом осталось, и несколько упаковок с приправами для супов. Ну, такие сухие приправы, пищевкусовые, с различными там специями, вот, так что магазин обобрали, обнесли, я сделал фотографии входной двери в этот магазин, то есть вырвали дверь, сорвали замок, и теперь дверь в этот магазин закрывается саморезами, такими длинными, ручной, ручным шуруповертом, для того, чтобы, ну, просто дверь не болталась, открытая, чтобы туда ветром ее не открывалось, чтобы туда собаки не заходили, или какие-нибудь там эти самые местные там бездельники, которым нечего делать, пойдут там что-нибудь еще поломают, или что-то там снимут, украдут, или вынесут оттуда, вот, поэтому вот эта расистская армия, которая брошена сюда, с территории России, на Украину, она оказалась на самообеспечении по приказу Путина, то есть Путин отдал приказ, что мы свою армию, которая находится на территории Украины, кормить не будем, и пусть она переходит на самообеспечение, то есть занимается грабежом магазинов, аптек, универмагов, универсамов, в общем, ну, как захватническая армия, которая вот как татаро-монгола, я вот уже много раз своих и видео, и сообщений говорил, что Россия это улуз Золотой Орды, это наследники татаро-монголов, вот этих захватчиков, и по менталитету, и по поведению, и по культуре поведения, и по замашками, и по повадкам, и по гонору такому, то есть самые настоящие татаро-монголы, есть, конечно, среди российского населения абсолютно порядочные, здравомыслящие, хорошие, нормальные такие люди, которые понимают ситуацию, трезво ее оценивают, и ведут себя абсолютно цивилизованно, ну, нормальные люди, то есть такие люди, которые, если бы вся Россия была такая, то никакой войны бы не было, но, к сожалению, большинство, ну, процентов, я не могу сказать, сколько точно, но я так думаю, что процентов 90, а может быть даже больше, вот этой всей татаро-монгольской шантропы, которая зомбирована телевизионными программами, там, от Соловьева, или от этой Скобеевой, Сукобеевой, вот, и они напитываются злобой, ненавистью к вымышленным укронацистам, и украфашистам, и к бандеровцам, и к бендеровцам, и к нацикам, там, и укронацистам, там, ну, кого там только не придумали, какой там ярлык только не придумали, для того, чтобы посеять злобу к соседнему государству, и придумывают такую брехню, такую ложь, что ее на здоровую голову не нацепишь, но это все специально делается, это пропаганда, она причем делалась десятилетиями, это не то, что там за какой-то там месяц-другой, это десятилетиями это все делалось, зомбировали население через телевизоры, потому что Россия без войны жить не может, то есть у нее главный принцип жизни, это настраивать свое население против соседних государств, провоцировать войны, влезать во всякие военные конфликты, создавать эти военные конфликты, посылать туда своих мужчин, парней там, ну, сыновей практически, вот, ну, начиная от 18 лет там и старше, вот, я когда несколько дней назад стоял в очереди в магазин, позавчера это было, видел, какие там ехали, ну, самое большее, это 30 лет по возрасту, ну, так, судя по чертам лица, то, что я видел, какие люди там сидели в кабинах, и там расстояние, где-то было метров, ну, до 15 метров было расстояние между мной и теми людьми, которые в кабинах в этих ехали, а колонна ехала российских войск довольно большая через село, в сторону Реп, пока она ехала, вот, так что посылает вот этих обманутых людей, зазомбированных, и они сюда приезжают, ну, у кого-то хватает ума сдаться в плен, и, как ни странно, их никто тут и не вешает, и не издевается над ними, и не унижает, не угнетает, и не бьет, и не насилует, и не психологически, и не физически, и никак, и не расстреливает там, и не издевается, и не измывается там, и в ямы никакие не садит, и так далее. Да, их ограничивают в возможности передвижения, ну, потому что они арестованные, военнопленные, конечно, они там цепи на руках не носят, и на ногах, и в наручниках не ходят, они находятся в заключении, в таких помещениях, откуда они не могут удрать, но у них там трехразовое горячее питание, вот, потому что Украина соблюдает Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными, и эти военные с удивлением таким говорят, что вот, ну, вот сегодня несколько раз были репортажи одного из молодых парней, вояк этих русских, он говорит, что нам рассказывали, что здесь украфашисты есть, что они тут и детей убивают, и, значит, я думал, что и меня убьют, потому что меня в плен взяли, вот, и оказалось, что никто его там не убивает, и никто его там не бьет, и никаких синяков у него нет, ну, то есть абсолютно цивилизованно человек попал в плен, и никто над ним не издевался, и он просто поражен вот этим обращением, потому что в России, например, вот люди, которые выходят на протесты, на митинги против этой войны, там эти полицаи, вот эта Росгвардия российская, это военщина, которая кормится фактически с рук Путина, этого карлика бункерного, и он с помощью вот этих, с этой, с помощью этой Росгвардии, вот этого военных, военных, вот этих, вот этой полиции, этих облаченных в каски, там, в бронежилеты, и с дубинками, там, и со щитами, и так далее, вот этими, ну, в основном, это деревенщина туда идет, и всякие садисты различные, вот, они с удовольствием огромным бьют и женщин, и мужчин, и стариков, и детей, ну, в общем, кто вышел на митинг, вот идет с палкой и лупит этой дубиной всех подряд, там, кому голову пробил, кому там лицо разбил, кому там глаз подбил, там, или выбил, кому там челюсть перебил, в общем, ну, садисты, самое настоящее, то есть, есть такая порода людей, она, к сожалению, есть в любом народе, ну, такой процент генетических, вот этих вот, дефективных субстанций, человекообразных, у которых удовольствие они испытывают от того, что они людям причиняют боль и страдания, ну, садисты, самое настоящее, такие были и в НКВД, вот, их туда специально набирали, для того, чтобы они над людьми издевались, и таких в КГБ брали, и в ФСБ такие есть, вот, и в фашистской Германии, в СС брали таких, для того, чтобы они над людьми издевались, пытали их, терроризировали, насиловали, и там страшные пытки над ними совершали, так что оказывается, что в России за мирный протест можно и получить дубинкой вот этой, резиновой, там, но она тяжелая, если там удар происходит, то там запросто и череп проломит, могут и челюсть сломать, и покалечить так, что потом всю жизнь будешь лечиться, и инвалидом останешься, и всю жизнь будешь на аптеку работать, а тут вот этот российский вонопленный, который в плен попал, он молодой парень, там, с удивлением, говорит, что нет тут никаких ни фашистов, ни укрнацистов, ни бандеровцев, ни бендеровцев, нам это все говорили, а здесь я никого таких не видел, и все нормально, я тут, меня тут никто и пальцами не тронул, и не ударил, и я тут это самое, по три раза на день горячее питание дают, то есть, есть украинские города, которые находятся в связи с бомбардировкой, обстрелом постоянным, в таком положении, что там голод практически, но вот, голод такой, что люди вынуждены были вскрывать, ну, местные жители, которые там остались живыми, вскрывать здания, где раньше магазины были, ну, до того, как война началась, для того, чтобы продукты оттуда взять, чтобы не умереть с голоду, то есть, там самая настоящая гуманитарная катастрофа, потому что город окружен, разбомблен, постоянно идут обстрелы, там все сравняли практически с землей, и люди не имеют ни отопления, ни газа, ни электричества, ни телефонной связи, ни сотовой, ни стационарной, ни радиостанции, там, ну, в общем, полностью отрезанные от мира, но самый настоящий Армагеддон, ну, это имеется в виду Харьковская область, Сумская область, под Киевом несколько таких населенных пунктов есть, ну, в основном это Херсонская область и Харьковская область, и Сумская, вот так вот эти вот русские фашисты, вот эти расисты, самые настоящие, то есть это более высокая степень фашизма, расизм это еще более высокая степень фашизма, чем немцы придумали, немцы, фашисты, не были такими агрессивными, злобными, такими человеконенавистническими, как вот эта татаро-монгольская вот эта шобла, которая с территории России, с территории Белоруссии влезла на территорию Украины и устроила здесь самый настоящий геноцид украинского народа. Я сегодня, когда ходил в магазин за хлебом, я вначале зашел, тут есть такая столовая колхозная и там небольшая такая пекарня расположена, электрический, электрический, такой духовой шкаф и в него закладывается определенное количество буханочек тесто, которое на дрожжах замешивается и это тесто поднялось, взошло и необходимо прогреть это тесто для того, чтобы произошло запекание и чтобы получился хлеб. Но я не успел купить там хлеб, потому что его там быстро разобрали, там всего лишь 90 буханочек хлеба выпекают и я пришел туда без 15-12 и уже там было закрыто и уже весь хлеб разобрали. Ну и как альтернатива я пошел к центральному магазину в селе, которые вот эти рашисты местные стоящие лагерем под селом, под лесом ограбили, обобрали там все повыносили из продуктов там ну банда грабителей пришла и обнесла здоровенный самый большой самый крупный сельский магазин там повыносили кучу всего и продуктов и спиртное там было и и крупы там и консервы там в общем все подряд там большой ассортимент хороший магазин и там было что взять поэтому они вскрыли дверь одну вторую зашли в магазин там все повыносили и в результате там чуть-чуть конфет осталось и несколько пакетиков с кетчупом сохранилось которые ну они уже не могли наверное взять или решили что нам хватит а вам это оставим как бы значит как воспоминание о том ассортименте богатом который был в этом магазине я пришел туда к этому магазину занял очередь там уже люди собрались где-то часов наверное ну с полдвенадцатого уже очередь начала собираться хлеб обычно привозят где-то к часам к двум то есть машина едет где-то двадцать семь километров но это от меня если считать двадцать восемь километров от меня от центра села на три километра меньше значит двадцать пять километров до райцентра городня бывший райцентр городня там в пекарне загружают машину хлеб и везут его обратно и потом тут развозят в два села в нашем селе часть хлеба остается и в соседней селу хлеб отвозится занял я очередь и попросил сказал что я тут на полчаса отлучусь мне нужно по делу там сходить вот я хотел сфотографировать возле здания сельсовета флаг на флагштоке украинский желто-голубой и флаг который возле школы ну возле школы я успел сфотографировать вот этот флаг там с разных ракурсов и я там тоже рисковал потому что я фотографировал смартфоном а когда его держишь в руках ну видно что человек фотографирует издалека видно и несколько раз проезжали колонны вот этих вот российских этих вояк сраных они через Седня въехали на Чернигов то есть в том направлении вот и значит мне приходилось уходить с той точки где я нашел такой красивый ракурс для съемки этого флагштока вот и приходилось прятаться потому что если бы видели что я там что-то снимаю то у меня бы забрали этот смартфон и я бы сейчас не мог бы записывать на него свои сообщения и фотографировать у меня конечно есть и другая техника там фотоаппараты цифровые вот но смартфон удобен тем что он компактный тонкий его в кармане постоянно носишь и можно и диктофон режим включить такой и записать сообщения или же фотографии сделать он достаточно качественно фотографирует мои снимки есть на гугл-картах и я много снимков этим смартфоном сделал ну в том числе и фотоаппаратами тоже делал снимки вот возил с собой фотоаппараты с зум-объективом и делал снимки по городнянскому району и в сторону чернигова у меня были поездки на велосипедах у меня дистанция поездка в чернигов это километров приблизительно 120 ну бывает было даже 136 километров туда-обратно за чернигов я ездил то есть я на велосипеде на большие дистанции езжу ну или в райцентр в городню это 56-58 километров ну в зависимости от того где мне там нужно по каким делам заехать проехать вот и что получилось тут к сожалению в селе это не только в этом селе это во многих селах я заметил такую особенность неприятную причем это не в этом году я заметил а давно это еще я маленький был мне там я был еще дошкольного возраста вот и я ездил к родственникам в село под Киевом вот и местные сельские вот эти вот подростки там ну дети там дошкольного возраста или школьного возраста вот и значит они там на меня нападали что бей жида там ну во-первых я сам украинец по национальности никакой я не житый никакой я не еврей вот и национальность у меня не какая-то там вымышленная и вписанная в пасы как иногда некоторые евреи делают то есть ну по разным причинам смотришь на лицо ну самый настоящий еврей а читаешь фамилию а фамилия как украинская у меня и лицо украинское и и фамилия украинская и корни все украинские и по материнской и по отцовской линии там и бабушки и дедушки там других национальностей не примешано вот я тогда страшно удивился потому что я первый раз вижу этих детей и я им ничего плохого не сделал не сказал и так далее то есть ненависть с детства существует от сельских жителей и горожанам я конечно тогда очень сильно удивился я сказал что я никакой не жит там чего у меня жудом обзываете и в общем драки удалось избежать но в общем я этот эпизод запомнил и потом многократно я с подобными вещами сталкивался уже там и в подростковом возрасте и в юности и в более старшем возрасте причем это ну чуть ли не в каждом селе то есть когда например городской житель приезжает в село какое-то находится один-два каких-нибудь придурка которая начинает проявлять ненависть горожанину вот ну я с чем это связываю дело в том что при советском союзе сельское население если не ошибаюсь до 72 или 74 года не имело возможности получить паспорт на руки то есть нужно было если съездить в город ну например из села поехать там в Киеве или в Чернигове или еще куда-то шли к председателю сельсовета там или к директору совхоза или председателю колхоза и брали справочку такую где было написано что это там допустим Иванов Иван Иванович или Патренко Грицко Григорович вот такого-то года рождения село такое-то такого-то района такой-то области на один день едет допустим в Чернигов из села и там ставилась круглая печать ербовая с украинским ербом вот этот человек с этой справочкой ехал из села за 50 километров на автобусе ехал в Чернигов допустим имели в Киев и там указывалось значит куда он едет из какого села куда он едет и на сколько там дней то есть указывалось что вот он там за сутки или за двое суток должен вернуться назад в это село то есть практически крепостной строй был сельское население с трудом вырывалось из сел пыталось удрать из сел потому что не хотели получать трудодни им палочки ставили в колхозах то есть пришел на работу день отработал и тебе там палочку ставили в журнале учета рабочих дней а потом когда уже год заканчивался собирали урожай и считали эти палочки значит сколько дней ты там проработал и тебе там такая-то доля от урожая от этого колхоза сколько-то там зерна ты получал сколько-то там значит мясо от тех свиней от коров которые там выращивались и так далее то есть такая натуральная оплата была денег почти не получали вот то есть люди тогда ненавидели вот эти села и пытались удрать любым способом кто в милицию шел работать поэтому большинство сотрудников милиции как правило были сельские жители ну естественно что уровень интеллекта уровень культуры и уровень отношения городским жителям вот эта ненависть она во многих полицейских при советском союзе ну тогда милиция была в советском союзе было вот такое вот ненавистное отношение горожанам и теперешняя полиция которая вот из милиции стала полицией то же самое многие сельские вот эти вот выходцы из сел которые в милицию пошли работать ну паспорта сейчас уже у всех на руках у сельских жителей есть 74-й год или 72-й год это уже давно прошло это в прошлом веке было поэтому паспорта есть у всех но вот эта вот ненависть горожанам она сохранилась вот и я это на себе это многократно ощущаю до сих пор вот мне 56 лет я тут живу в селе почти 10 лет ну несколько месяцев осталось до того чтобы 10 лет было и я от многих людей ну не от всех конечно но от многих людей вот эту ненависть на себя ощущаю то есть такое вот ненавистное отношение как будто бы враг народа какой-то приехал с клеймом на лбу вот и их сдерживают только то что им придется нести уголовную ответственность за то что они меня убьют или побьют вот можете себе представить как городскому жителю жить в селе и к чему это я все рассказываю что вот когда я там сегодня фотографировал флаг Украины возле школы значит на велосипеде вдруг там из-за угла этого здания школы я даже не видел что там он едет я там кадр строил ну я сам фотографией увлекаюсь и я такие ну не высокохудожественные снимки делаю ну неплохие то есть у меня есть удачные снимки которые я выкладываю в интернет на гугл карты и их можно посмотреть ознакомиться с ними и есть такие снимки которые оказались ну так и на выставке их можно показать и людям интересно будет посмотреть я не могу сказать что я великий там какой-то фотограф но снимки получаются иногда такие которые приятно посмотреть и они информативные правильно скомпонованные ну такой художественный смысл несут и приятные впечатления оставляют вот и я когда кадр строил я смартфоном снимал то есть необходимо правильно выбрать ракурс посмотреть какие объекты попадают что надо показать что не надо скрыть и в общем вдруг на велосипеде вылетает из здания школы вот этот вот местный тракторист тут один такой есть молодой где-то лет 30 ему или чуть-чуть больше я несколько раз в сельсовет обращался чтобы предприятие которое в составе сельсовета местного есть там несколько тракторов купили чтобы он не огород спахал вот и он его так пахал как будто бы мои деньги не деньги вообще а как будто бы я с ним там бумажками рассчитывался вот то есть такое ненавистное отношение ко мне киевлянину городскому жителю как будто бы я ему там что-то плохое сказал или что-то плохое сделал или украл там у него или его оклеветал там или ну что-то ему плохое сделал а оказывается что есть тут у меня соседи на вот этой улице где я живу на окраине села которые ненавидят меня за то что я городской житель что я тут из Киева приехал тут у меня пасека 50 ульев 50 пчелосемей и жаба вот эта черная завистливая давит что как это так из Киева сюда приперся тот живет тут купил три дома вот и вот эта злоба вот эта ненависть ну у вас была возможность купить эти дома нужно было взять из кармана деньги пойти к хозяину того дома который продавался заплатить ему деньги оформить необходимые документы и быть владельцем этого дома никто же не против этого доставай деньги из кармана покупай и пользуйся нет они все хотят на халяву вот эта вот жаба черная вот эта зависть ненависть от того что я купил тут вначале один дом потом второй дом потом третий дом с огородами значит с большими такими участками земли а они там в этих садах в этих огородах хозяйничали там и траву косили и в чужих садах урожай собирали яблоки груши сливы вишни черешни и все остальное что тут растет и калину там и так далее и вот халява закончилась ну я как нормальный человек если я купил это все хозяйство то естественно что я не позволю там без спроса хозяйничать ходить там собирать урожай из тех деревьев которые уже мне принадлежат потому что я заплатил деньги не только за дом а и за все что находится на этой земле за те же самые деревья и так далее и я имею первое очередное право пойти и собрать урожай с яблонь с груш и так далее со слив там с вишень а их это бесит они привыкли тут на халяву в чужих огородах и в чужих садах хозяйничать воровать это все и обворовывать кирпичи забирать там с фундамента отковыривать у домов и так далее ну то есть сельское такое воровское население с интеллектом как у ракушки вот и все на ворье построено все на воровстве построено то есть ворье тут местное живет алкашня и так далее причем что интересно что тут есть даже одна учительница которая русский язык преподает соседка тут недалеко от меня живет вот и точно такое же поведение как у местной алкашни и меня это поражает ну ты учительница у тебя там образование есть ну она закончила Нежинское педучилище там среднее педагогическое образование не высшее а среднее педобразование она там потом какие-то курсы еще дополнительно заканчивала ну то есть такое образование типа слесарь-сантехник широкого профиля так вот она там учительница широкого профиля с характерным таким северо-черниговским говором помесь русского белорусского украинского языка вот ну я уже привык к этому я на нем говорить не могу потому что это специально его нужно изучать как бы с детства вот но я его полностью понимаю потому что я знаю три языка легко понимаю белорусский легко понимаю и говорю на русском языке легко понимаю и говорю свободно на украинском языке поэтому для меня эти языки как бы родные и я их легко на лету воспринимаю и нет ни одного слова которое вот на белорусском языке например или на украинском языке не сказали и я бы его не знал ну то есть я словарный запас достаточно хороший имею вот и получается так что даже вот люди которые являются учителями в школе все равно но вот это вот злоба ненависть и зависть вот эта черная вот их крутит там внутри вот этот червяк вот этой черной жабы завистливой сидит внутри и пытается постоянно какую-то гадость пака сделать там спровоцировать какой-то конфликт и влезть в чужой двор там и что-то украсть что-то утащить и так далее ты учительница в школе ты детям должна пример показывать местным сельским этим детям где-то там их учишь русскому языку на своем сужике черниговском черниговско-белорусском вот этом украинско-белорусском сужике ты их учишь русскому языку так подавай пример нормального поведения как это должна учительница подавать а не вести себя как воровка последняя и хамка и паскуда вот и вот эти соседи тут у меня есть воры которые с двух сторон мои дворы окружают ховри так называемые ну это прозвище местное это не я придумал у них фамилия другая ну а прозвище такое сельское ховри почему ховри потому что тетка у этого старика которому уже под 80 лет значит была значит у нее имя было хивря это хавронги на русском языке а на украинском языке хиря ну раньше были такие имена своеобразные которые сейчас нигде уже не употребляются а вот старые люди они до сих пор еще ну которым там под 100 лет под 95 лет они еще носят такие либо отчества либо имя но имя уже редко а вот отчества еще у многих такие есть которые там им давали по имени их родителей а родители еще при царской России жили там или еще в позапрошлом веке поэтому такие вот церковные имена давались но сейчас они уже не употребляются так вот по имени тетки этого старого деда этого ворюги местного значит ему присвоили давным-давно прозвище ховря ну это местная ворюга который если за день ничего не украдет у него такое заболевание склептомания если за день ничего не украдет так он больной ходит и он всю ночь спать не будет потому что ему надо что-то украсть принести домой тогда у него удовлетворение получается вот от того что он что-то украл и что-то принес домой вот но это как садист если он за день там какую-нибудь собаку не ударит или кота или кошку или человека какого-нибудь не ударит он ходит больной ему нужно вот получить удовольствие от тех страданий которые он доставляет какому-то живому существу и вот у этого ховря есть сын тоже ворюга такой конченый паскуда мерзавец клеветник провокатор значит и он до сих пор с советским паспортом еще ходит он не поменял на украинский паспорт и ходит живет тут советским паспортом то есть практически он вне закона он не гражданин не Украины значит ну по рождению он гражданин Украины но он паспорт не меняет почему не меняет я не знаю ну такой с пришибом ворюга алкаш там валялся под магазином давненько это было обоз с сыном пьяный там в таком состоянии что это самое домой доползти не мог ну пьянчуга местный вот и вот этот пьянчуга такого же возраста как я 56 лет ему настраивает вот этого тракториста сельсовета настроил против меня я был поражен когда вот этот тракторист пахал у меня огород я не понимал почему он ко мне с такой злобой с такой ненавистью относится а оказывается что вот его этот ховря настроил оклеветал и так далее и к сожалению очень много людей таких есть которые живут не своим умом а живут умом какого нибудь мерзавца морального урода подонка какого нибудь клеветника или клеветницы которая сплетни придумывает распространяет и таким образом наводит тень на плетень на человека про которого ну нельзя такое говорить потому что он ничего этого не делал ну то есть в наглую клевещут врут и так далее но бабы это делают почему если баба за день какую-нибудь брехню не придумала кого-нибудь не оклеветала кого-нибудь с говном не смешала это тоже самое как вот садист если он кого-нибудь не ударил не покалечил не прибил или какое-нибудь животное не ударил он ходит больной точно так же и бабы Если баба кому-нибудь за день какую-нибудь гадость не сделала, с кем-нибудь не поругалась, не поконфликтовала, она ходит больная, ей нужны эмоции, она эмоции ими питается, а эмоции она получает от того, что она придумывает брехню, распускает эту брехню прямо на ходу. Вот это нечего делать, сидят там на лавочке и одна другой брехню рассказывают. Та пошла туда, там с тем потрахалась, там пососала, там не пососала, значит, и пошло и поехало, а та, про которую рассказывает, она целый день дома сидела, значит, там вышивала там или на швейной машинке там что-то шила, никуда она не ходила, а по нее уже там все село гудит, что она там кому-то ходила, у кого-то там что-то сосало. Вот, ну в общем, бабье брехливое, лживое, ну это, к сожалению, значит, недостаток человеческого рода, потому что так исторически сложилось, и так как эволюция сложилась, что если баба за день какую-нибудь пакость, подлость не сделает, и кого-нибудь не оклевещет, не обмажет какой-нибудь грязью, значит, и не получит тех эмоций, которые она хочет получить, она спокойно жить не может, и она вот, ну, недополучила тех впечатлений от жизни, которые она получает от того, что она на нормального человека, который ничего плохого не делает, вот она там придумала какую-то брехню, оклеветала его и по всему селу разнесла. Ну ладно, там, все понимают, что есть брехливые бабы, и слова бабы надо мимо ушей пропускать, потому что все бабы врут, как дышат. Никогда не верьте бабам на слово, потому что каждая баба, любая, там, независимо от того, это сельская какая-нибудь жительница, там, тупая, необразованная, там, двоечница школьная, которая там А2 плюс 2 сложить не может, и не знает, сколько будет в сумме, и пишет с огромным количеством ошибок, и трех слов в предложении сложить не может, и заканчивая женами президентов, царицами и так далее, значит, у всех мозг один и тот же самый. Такое ощущение, как будто бы это в Китае на одном заводе один микрочип, который штампует там миллиардными тиражами, и вот этот микрочип вставляет в мозг каждой бабе, и все они поступают абсолютно одинаково. Многие люди, многие мужчины не понимают этого, думают, да, моя не такая, там, вот соседка плохая, моя хорошая и так далее, а на самом деле они все абсолютно одинаковые. Да, по внешнему виду они разные, а вот по своей натуре, по своему вот этому, значит, желанию оклеветать кого-то, оболгать и обмакнуть в говно, ну вот даже есть такая поговорка, ничто так не объединяет баб, как желание кому-нибудь коллективно напаскудить, оклеветать, обмарать, испоганить в придуманной клевете, в грязи и во вранье. То есть вот бабы объединяются, вот сидя в селах на лавочках, объединяются в такое кодло брехливое, причем на каждой улице там свое кодло. Одно кодло на одной улице придумало одну брехню, пошло там по селу, рассказало, а потом с другого конца села пришла другая сплетница, рассказала тут брехню, и вот эту брехню они тут по селу разносят, и человек, который целый день, я же говорю, что женщина целый день сидит там дома, вышивает там или на швейной машинке там что-то шьет, а по всему селу уже три дня ходит сплетня, что она там кому-то ходила, у кого-то сосала там, и сколько раз она сосала, и в каких позах, и так далее. Она никуда не ходила, она там сидела, шитьем занималась. Так что бабам верить нельзя никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах. И вот что самое неприятное, что находятся дураки, которые верят не только бабам, и верят вот таким вот ховрем брехливым, которые вот эту клевету придумывают, а придумывают у нее с той целью для того, чтобы выжить человека, который им мешает воровать, как они воровали раньше. Вот я купил три двора, и естественно, что я как нормальный человек не позволяю там хозяйничать каким-то посторонним соседям ворам, которые там и кирпичи пытаются тащить с фундамента дома, и урожай собирать с моих садов и так далее. Но это любой нормальный человек так бы поступал. Вот сейчас Россия напала на Украину, и украинцы жесточенно сопротивляются этим татаро-монголам, и не отдают на ограбление своих города и так далее. И это абсолютно нормально, и это касается любого государства. То есть если пришел враг на твою территорию, и тебя пытаются обобрать, ограбить и так далее, то он твой враг, и его нужно изгонять с твоей территории. И я точно так же поступаю со своими дворами, куда не пускаю этих соседей. Их это бесит, их это жаба злоба давит, и они меня ненавидят, и многократно мне угрожали, что мы тебя убьем, вот мы вместе соберемся всем хутором, вот, и убьем тебя, затащим в лес, утопим в болоте, от тебя следа не останется, и тебя там никто искать не будет и не найдет никогда. Да, технически это можно сделать. Вот, и вот этот вот тракторист, который попал сегодня в кадр, когда я делал фотографию флага возле школы местной, вот, я даже не видел, что он там появился. Ну, там как раз тень от здания школы была, и я не видел его в кадре, потому что солнце светило, частично экран смартфона солнцем освещался, и я смотрел на флаг и компоновал кадр, и когда я нажал на кнопку спуска затвора, и пока я там снимок этот сделал, он подъехал ко мне, а там расстояние небольшое было, но на велосипеде быстро можно ездить, вот, и начал на меня орать, что что-то тут ходишь, что-то тут фотографируешь, и, значит, стал мне угрожать, что ты подожди, ты тут пока походишь, но мы тут соберемся, мы тебя убьем, мы тебя закопаем. Нет ничего хуже придурков, которые живут чужим умом, которые своим умом соображать не могут, причем, что самое интересное, что я этому человеку никогда ни плохого слова не сказал, никогда с ним не конфликтовал, никогда с ним близко не был знаком. Я несколько раз обращался в сельсовет, вот в это предприятие местное, коммунальное, где эти трактора числятся, для того, чтобы он приехал, спахал мне огород. Причем он мне пахал его так, что лучше бы он его не пахал, то есть с такой злобой, с такой ненавистью, я никак не мог понять, почему это все происходит и что я ему такого плохого сделал, что он ко мне так плохо относится. А потом я понял, что вот этот вот Ховря младший, этот ворюга, который вместо со своим отцом-вором и со своей мамашей, тоже воровкой, которая раньше на местной пекарне работала, и потом работала на ферме, где курса держали, оттуда и яйца постоянно носила дома, и с пекарни она хлеб постоянно носила. Она говорит, что мы Николы хлеб не куповали, имеется в виду на русском языке, мы никогда хлеб не покупали. То есть она постоянно с пекарни этот хлеб несла, воровала, и они и свиней этим хлебом кормили, и кур кормили, и гусей, и уток, и так далее. То есть на воровстве она все же жила. И она мне хвалила, что ее сын, который в армии поваром служил, а потом после армии там в какой-то столовой работал, что он тоже воровал, это с такой гордостью произносится. До этого стесняться нужно, это скрывать нужно, если ты там что-то украл, и забудь об этом, и больше никогда такого не делай, и не хвали с этими, и не надо этим кичиться, и так далее. Ну, тупое сельское население без образования, без каких-то моральных принципов, без человеческих качеств, гордятся тем, что вот они там воровством занимались, и на воровстве жили. То есть и пекарню эта бабища обворовывала, мамаша этого младшего ховри, и кур домой носила, вот, и яйца эти куриные носила домой, там больше домой принесла, чем куры, которые снесли эти яйца, и чтобы для сельской столовой яйца можно было, можно было для питания местных сотрудников местного этого колхоза в столовую, чтобы передавать. Ну, то есть, тут своя свиноферма была для того, чтобы и колхозников можно было кормить. Тут такой шикарный большой колхоз был, и до того, как начали колхозы разваливаться, тут богатое такое хозяйство было, и сырный цех огромный был, и этот сыр даже из молока местных коров, вот этот сыр делался, его даже на Кубу экспортировали, и очень вкусный сыр, то есть он шел на экспорт, и с удовольствием его везде покупали, потому что тут богатая растительность, разнообразные травы, и молоко тут местное вкусное. Я покупал молоко у местных жителей, которые коров держат. Действительно молоко такое, что пьешь и хочется, и не сравнить с магазином, то, что в магазинах продают небо и земля, абсолютно разное качество молока, то есть здесь молоко, а там суррогат какой-то в магазинах продается, то есть и жир там откачали, от него отбили, и процент на содержание белка меньше, и так далее, и там воды добавляют, разводят, расколачивают, или вообще там сухое молоко разводят. Вот, ну к чему я это все рассказываю, что получается так, так что 10 лет живя в селе, постоянно находишься в таком состоянии, что вот местные жители, вот на хуторе, где я живу, он не совсем хутор, но так условно хутор называется, то есть окраина села, которая вдалеке от центра находится, 3 километра пешком идти, или на велосипеде туда ехать надо, и вот эта вот злоба, ненависть идет постоянно, то есть зависть городскому жителю, что вот приехал сюда, покупает тут наши дома, ну, во-первых, я не ваши дома покупаю, а покупаю эти дома, которые другим хозяевам принадлежали, и вы имели такие же возможности купить эти дома еще до меня, или параллельно со мной, то есть я не сразу 3 дома купил, а вначале один, потом второй, потом третий, и вот жаба, злоба, вот эта ненависть, что вот мы тут всю жизнь в селе живем, дом купить не можем, а тут какой-то киевлянин приехал, купил 3 дома, значит, и вот его надо за это ненавидеть, его надо за это убить, и так далее, но это та же самая ситуация повторяется, как вот с Россией, то есть Россия спокойно жить не может, из-за того, что есть по соседству богатая Украина, где поля засеваются различными сельхозкультурами, и Украина занимает второе место в мире по экспорту пшеницы, но сейчас в связи с тем, что первое место занимает США, а второе место занимает Украина по экспорту пшеницы, ну и по подсолнуху, там довольно высокое место, потому что семечко вот это для подсолнуха и растительное масло, оно экспортируется из Украины, и в мире его везде можно купить, и сейчас многие страны, которые, ну вот типа там, Ближний Восток, значит, где пустыни, где нет возможности выращивать сельхозкультуры, где орошаемое земледелие, а для того, чтобы оно было орошаемое, нужно вначале в море взять воду, опреснить ее, а потом этой пресной водой поливать пески, которые там вот малоплодородные, то есть вот эти страны, у них есть нефть, они нефть продают, получают нефтедоллары, и за эти нефтедоллары покупают в Украине продукты питания, и зерно, пшеницу, разных там сортов, ну твердые сорта это для макаронных изделий, более мягкие сорта это для хлеба идут, фуражное зерно для выращивания животных, и покупают и растительное масло, там, ну в общем, весь спектр сельхозпродукции Украина производит. Так вот, эта вот война, которая сейчас Россией на территории Украины проводится, геноцидная, она фактически по всему миру, все государства затронула, потому что сейчас Украина экспортировать за рубеж свою сельхозпродукцию не может, потому что море черное закрыто, то есть порт Одесса, порт Николаев, порт в Азовском море, через который сухогрузы шли с зерном, через Черное море, и дальше в Средиземное море, и дальше, значит, через Суэцкий канал, к этим всем ближневосточным странам, ну, где пустыни, где сельхозпроизводство, ну, практически невозможно, из-за того, что там погодные условия не позволяют, что-то выращивают, то есть какая-то верблюжная колючка там растет, вот, а ничего другого там выращивать невозможно, потому что там пески, жара, сухо, влаги нет, дожди не идут и так далее, ну, но есть нефть и газ, и вот они там на этой территории живут, продают нефть и газ, получают доллары, а за эти доллары получают продукты питания с Украины там или из других стран, вот, и что получается, что сейчас фактически по всему миру все страны оказались заложниками вот этой войны, потому что так как Украина не будет экспортировать в этом году зерновые культуры и из подсолнуха, и другие культуры в том объеме, как это было раньше, то у этих стран возникнет острая потребность покупать зерно где-то в другом месте, ну, допустим, у США там, или у Канады, или у других стран, которые большое сельхозпроизводство имеют, вот, а не так-то просто выращивать эти сельхозкультуры, потому что много факторов влияет, и климатические условия должны быть соответствующие, плодородия почвы, и удобрения, и техника, и так далее, это не все так просто делается, это делается десятилетиями, скажем, сельхозпроизводство наладить, а еще и земля должна быть подходящая, и климатические условия, и погодные условия, и орошение, или просто климат позволяет на дождях это все выращивать, и без дополнительного орошения, поэтому сейчас по факту началась Третья мировая война, и многие государства затронуты тем, что идет война Украины и России, ну, то есть Россия напала на Украину, Украина защищается от этого захватчика, этой татаро-монгольской, этой рашистской, этой орды, голодранцев, нищебродов, мародеров, и варья этого, которые толпой тут, как тараканы, налезли на территорию Украины, и естественно, что многие страны будут страдать тем, что, ну, в том числе и Китай тот же самый, вот, потому что они не смогут получать пшеницу и другие сельхозкультуры с территории Украины, потому что через морские, вот эти вот каналы поставки, это невозможно делать, потому что российские военные корабли обстреливать будут, сколько грузы, через, значит, Польшу, скажем, там везти, через Европу, через европейские страны экспортировать, это получается довольно дорого, и, значит, новые маршруты нужно разрабатывать, ну, в принципе, это возможно, вот, какой-то экспорт будет, но уже он будет не в том объеме, как это было раньше. Вот, к сожалению, вот эта российская война, она направлена на то, что, чтобы захватить житницу Советского Союза, потому что Украина всегда была житницей Советского Союза, почему так стремилась Россия подмять под себя Украину, потому что здесь и климат подходящий, и плодородные почвы, и народ работящий, и огромное количество населения было занято сельхозпроизводством, и даже при царской России огромное количество продуктов вывозилось на территорию, ну, нынешней Российской Федерации, таким образом обеспечивалось едой, зерном, свининой, говядиной, телятиной, другими сельхозкультурами, помимо пшеницы, обеспечилось вот это вот население этих голодранцев, вот этих нищебродов, которые там сидят в своих кислодрищинских и мухосранских, и толком ничего выращивать и не способны, и не хотят, и климат там не совсем позволяет, вот, но есть люди трудолюбивые, которые умудряются и в северных областях России выращивать и плодовые культуры, ну, с большим риском, конечно, там и перстики пытаются выращивать, и абрикосы, и так далее, вот, но это очень рискованно, потому что бывает мороз ударил, все цветы позамерзали, и никакого урожая не будет, ну, кстати, даже тут в Черниговской области некоторые сорта персиков бывают подмерзают, и урожай, если они рано цветут, то урожай они, естественно, не дадут, потому что цветы подмерзли, у меня есть тот один персик, привитый я купил, значит, он растет, и в прошлом году он где-то около сорока плодов дал, очень вкусные, крупные плоды, и я собрал косточки, и эти косточки для посадки буду использовать, потому что выращенные с косточки плоды, они получаются более акклиматизированные к местным погодным условиям, и получается более такой морозостойкий сорт можно получить, ну, потому что уже сорт получается как бы местный, то есть, местное опыление, и привыкание этого растения выращенного с косточки, ну, методом естественного отбора, более зимостойкий, более зимостойкое растение сохранится, а менее зимостойкое оно вымерзнет и пропадет, так что таким образом естественный отбор делается. В общем, к чему я это все говорю? Что, к сожалению, население любой страны, в данном случае я про Украину говорю, оно довольно разношерстное. Есть и патриоты, есть и добросовестные люди, защитники, которые, рискуя своим здоровьем и рискуя своей жизнью, с героизмом и с мужеством защищают свою родную землю. Причем не только какое-то село конкретное, где он там родился, где он там вырос, а защищают всю территорию Украины. Вот я, например, никогда не был в Херсоне, но я очень сопереживаю тем людям, потому что меня до глубины души тревожит и болит вот эти все страдания, вот эта вся боль, которую испытывают люди, которых расистские эти паскудные войска, тараканов, этих мародеров бомбят круглосуточно и практически уничтожают. То есть там идет уничтожение, начиная от новорожденного и заканчивая там столетними стариками. То есть без каких-либо там дифференциаций, без какого-либо там критерия отбора, то есть поголовно идет уничтожение населения. Ну и то же самое касается других населенных пунктов по Украине, о которых я знаю, или я рядом проезжал там, или на автобусе, или на машине на своей. Вот, и то же самое, то есть я, ну как бы, я так устроен, у меня сопереживание, соболезнования и соучастие к беде, к горе, к этим людям есть. Это не только у меня, это очень многих людей по Украине, которые вот сейчас с героизмом и с мужеством защищают с оружием в руках, или другим способом на своих рабочих местах защищают свою родину. Вот, а к сожалению, есть такие люди, которые являются предателями, которые вот идут на сговор с вот этими расистскими оккупантами и соглашаются с ними сотрудничать. Вот несколько там населенных пунктов есть в Херсонской области, там бабища какая-то депутатку назначили, расистские вот эти вот оккупанты, начальницей над городом. И она там сообщила, что нам же с этой новой ластью надо сотрудничать, нам же надо заботиться о нашем населении. То есть она раздвиняла логи, как типичная баба, легла под захватчика и готова от него получать и сзади, и спереди, и вверху, и внизу, и в любых позах, и в любых направлениях, и через любые отверстия получать то, что он хочет ей там впихнуть, и она это делает с удовольствием. Потому что, к сожалению, у баб, у подавляющего большинства, процентов 99, там с большим хвостиком, патриотизма нет. Есть исключения, небольшое количество, есть женщины, которые с героизмом сопротивляются захватчикам. Но, к сожалению, по опыту и моего поколения, и предыдущих поколений, вот когда вот это село, где я живу, на севере Черниговской области Украины, здесь фашисты, фашистские оккупанты были во время Второй мировой войны, ну, так называемой Великой Отечественной войны. И местная бабьё с удовольствием с этими немцами трахалась, принимала их в свои дома, тут и трах-бах-тарарах, потому что баба без секса, она долго жить не может, и ей нужны эмоции, впечатления и так далее. И тут с немцами, тут они шуры-муры крутили, это в то время, когда её муж воевал против этих фашистов. То есть бабе предать своего мужа, это расплюнуть, к сожалению. Так что вот эти фашисты, которые пришли сюда войной на территорию Украины, помните о том, что пока вы тут воюете, пока вы тут обстреливаете наши сёла, наши города, уничтожаете украинское население, украинский народ, геноцидите, и уничтожаете, начиная от новорождённых, рожениц, и заканчивая глубокими стариками, 95-летними и 100-летними, ваша баба трахается с каким-нибудь соседом, там, с Вазгеном, или с Ашотом, или с Васьком, значит, или с Гришей, с Петей, или кто там у вас сосед есть такой, значит, который там остался, не пошёл на войну на эту, вот. И, значит, во все дыры она принимает от него то, что она принимает, вот, и кувыркается там, ну, может быть, только на люстру ещё не залазила, там, не трахалась с ним на люстре, а всё остальное она уже сделала. А вы тут с немытыми яйцами, значит, с грязной жопой, непотёртой, с говном, прилипшим на жопе, бегаете тут немытые, вонючие, значит, и горячей пищи не евшие, на сухпайке сидящие, занимаетесь грабежом, мародёрством и воюете против Украины и уничтожаете украинское население. Заканчивайте войну, сдавайтесь в плен, поднимайте белый флаг, перестаньте воевать, вы сохраните своё здоровье, свою жизнь, вернётесь назад в свою Россию, значит, откуда вас там призвали, и вы ещё поживёте и воспитаете детей и внуков, и будете, как в страшном сне, вспоминать эту ненужную вам, абсолютно бесполезную, абсолютно необоснованную и противозаконную и надуманную войну, которую с помощью вас, обманутых людей, за копейки практически, за вот эту воинскую зарплату, которую вам платят, вас бросили сюда, в эту мясорубку, и вы тут убитые, ну, тех, кого убили, валяетесь на дорогах, на морозе, и вот эти украинские бездомные собаки объедают и уши, и носы там, и пальцы обгрызают на руках и так далее, вот, так что вернитесь домой живыми, сдайтесь в плен, и вас в соответствии с Женецкой конвенцией по обращению с военнопленными украинские власти будут в целости и сохранности сохранять до тех пор, пока не произойдет обмен на военнопленными и пока вас не отправят после окончания войны на территорию России, где вы там еще проживете много лет и будете эту войну вспоминать с содроганием, с ужасами, она вам будет много раз сниться по ночам, и вы будете в холодном поту там, и со вздрагиванием вспоминать ее, и проклинать этого паскудного Карли Капу, который в бункере сидит в Уральских горах на километровой глубине, сам он не воюет, сам он прячется там и жрет икру черную килограммами, там и красную икру, а вы такую икру уже никогда не купите и не поедите, потому что цены в России такие, что не про икру надо думать, а про кусок хлеба. И тут еще такая ситуация, что карточку зарплатную вы оставили жене, ну на случай того, как вы как мужчина заботливый думаете, что вот вдруг меня убьют, так чтобы жене деньги достались, чтобы и там детям были деньги, чтобы она их там прокормила и так далее, зарплатную карточку свою отправились, оставили жене, а сами отправились на эту войну, вот, и все, что там вам начисляются, это жалования и так далее, жена это все прокрутит, прожрет, пропьет, прокурит, промотает, деньги эти поснимает, там часть денег потратит на еду, там для детей, если там дети есть, вот, а все остальное она в кубышку себе сложит, и вы, если живой вернетесь домой, и не дай бог там покалеченный, без руки, без ноги, там и с какими-то ранениями, то она очень быстро с вами разведется, и ни копейки денег, которые вам на карточку перечисляли, вы не получите, то есть вы сейчас забесплатно воюете на территории Украины, зарплатная карточка находится не у вас в кармане, на территории Украины, ну естественно, что вы с этой зарплатной карточки здесь в банкоматах деньги не снимете, потому что украинские банки не обслуживают российские пластиковые карты, в связи с тем, что виза и мастер-карт ушли с территории России, и российские пластиковые карты за пределами России не обслуживаются, в России они еще ходят какое-то время, там пока срок действия не истечет, то есть с российской карточкой вы можете в Москве, там, в крупных городах России пойти там и рассчитаться по безналу, вот, но сейчас в связи с тем, что из-за этой войны курс доллара по отношению к рублю сильно изменился, то есть рубль в 4 раза упал в цене, вот, то есть если вам там платили раньше до войны где-то зарплату там 300 долларов, допустим, месяц или 200 долларов в месяц, то сейчас делите эту сумму на 4, вот то, что в рублях получится, потому что цены на все в России взлетели до безумия, все подорожало так, что вы сейчас, если раньше вы килограмм мяса покупали, то сейчас вы купите 250 грамм мяса, это если вы еще и найдете его, где можно купить, потому что люди грибут все подряд, потому что Россия сейчас находится в состоянии преддефолтном, из-за санкций, из-за войны, из-за того, что золотовалютный резерв в России арестован зарубежными банками, правительствами, и есть решение о том, что золотовалютный резерв в России это больше 400 миллиардов долларов, точная сумма, я сейчас не скажу какая-то, какая точно, но где-то в районе 450, где-то вот так вот, ну, больше 400 миллиардов долларов, все это арестовано, и это будет передано Украине для восстановления экономики украинской, после вот этой разрушительной, геноцидной, этой паскудной войны, вот, и Россия еще будет выплачивать репарации, потому что сейчас такие санкции налагаются на Россию, что, во-первых, нефть не покупается ни одной компанией в мире, вот Россия пыталась многократно продать большие объемы своей нефти разными компаниями российскими, а покупатели не хотят с Россией сотрудничать, то есть сейчас российская нефть нигде не продается, вот этот бренд Уралс, нефть марки Уралс, ну, это нефть более низкого качества, чем, допустим, нефть, которая добывается в Кувейте, допустим, там вот в тех странах, где содержание серы меньше, так вот российская нефть с большим содержанием серы, поэтому и марка так называется Уралс, ее никто не хочет покупать, ну, если бы даже ее там продавали по 3 доллара за галлон, ну, галлон это 180 литров или 181 литр, если я не ошибаюсь, бочка такая, ну, будем грубо считать 200-литровая бочка металлическая, ну, если я не ошибаюсь, по-моему, 181 литр галлон, я сейчас не могу проверить в интернете, но так, по памяти, мне вот такая цифра запомнилась, интернет сейчас не работает, ни мобильный, ни оптоволоконный, 100 мегабитный, поэтому я сейчас не могу проверить эту цифру, если я назвал ее неточной, извините, я сейчас по памяти это говорю, ну, в принципе, не важно, там 200 литров или 181 литр, это не важно, то есть не это самое, не за галлон, а за баррель, я неправильно сказал, баррель, галлон это другая, значит, там 4 литра галлон, а 4 литра с хвостиком, вот, а баррель это 181 или что-то около 200 литра, ну, где-то в этих пределах, вот, так что российская нефть сейчас не продается, и очень скоро закончатся поставки газа в Европу, во-первых, Северный поток-2, который проложен по дну Балтийского моря, он не работает, он заблокирован, и поставок газа в Европу нет, а то, что сейчас через Украину идет, европейские страны, в связи с введением санкций против России, вводят ограничения на покупку российской нефти и газа, и в результате Россия окажется на голодном пайке, то есть продавать ей нечего, ну, в Китае она там что-то продаст, но Китай это хитрое государство, которое будет покупать не по 100 долларов за, значит, тысячу кубометров газа, а будет покупать по одному юаню за 10 тысяч кубометров газа, вот такая цена будет, вот Китай скажет, да, мы у вас газ купим, но наша цена 1 юан за 1000 кубометров, хотите, мы купим, не хотите, до свидания, и все, и Россия вынуждена будет по такой цене продавать, потому что никто другой покупать у нее этот газ не будет, потому что газа в мире достаточно, и в ближневосточные страны, и в Норвегии, и в Великобритании, там в Северном, значит, за северными островами Великобритании есть вышки, которые и нефть, и газ оттуда качают, и в Азербайджане, и в других местах газа и нефти хватает, только покупая, ну и в США там будут еще поставки, жиженый газ в Европу будет доставляться большими танкерами в емкостях таких круглых, которые вмонтированы в танкеры, и там по 3-4 огромных емкости, и в жиженом состоянии этот газ будет доставляться, ну имеется в виду газ и высокого давления, и низкого давления, но вероятнее всего, что будет низкого давления газа, то есть тот, который при нефтепереработке получает, ну тот, который в газовых баллонах для автомобилей, вот такой вот пропан-бутан имеется в виду, то есть не метан, а пропан-бутан, вот этот газ сжиженный, потому что тут 16 атмосфер давления в баллоне, а баллоны для газа метана требуют баллоны на 200 атмосфер, а для кораблей это опасно, рискованно, если не дай бог там какой-нибудь шторм, то все это может взорваться, разлететься, и трудно создать такие большие резервуары с толщиной стенки там несколько сантиметров, для того, чтобы этот газ привозить, поэтому Германия, это самое США, будет поставлять в Германию, ну там в Роттердам, допустим, там другие порта, в Польшу, будет поставлять вот эти, вот этот газ сжиженный, который совершенно спокойно можно использовать в газовой системе, вот я, например, сейчас у меня газовый баллон есть, который я еще до войны давно, давно там год назад заправил, и у меня тут 27-литровый баллон стоял, 20 литров газа я в него залил, он у меня тут как резерв стоял, и сейчас в связи с этой войной я его использую для приготовления еды, и себе готовлю, и котам готовлю еду, вот, так что, российские вояки, вы сейчас бесплатно воюете, потому что ваши деньги, которые вы на зарплатную карточку получаете, ваша жена себе их присваивает, тратит так, как она хочет, там трусы себе французские розовые с кружевами покупает, бижутерию там, косметику дорогую и так далее, там и тратит деньги направо-налево, потому что она их не заработала, она им цены не знает, это вы тут с грязной жопой, и с немытыми яйцами бегаете, и воюете, и под пулями там свистящими, и так далее, там и ранения получили, и тому подобное, а кого-то и убили там, и собаки жрут, там объедают, и уши, и носы, и щеки, и пальцы на руках, и на ногах объедают, вот, и кишки выедают, и печень, там, и желудки, все что угодно, там собаки повыедают, вот, и никому вы нафиг не нужны, и никто вас в России не ждет, и тем более жена не хочет вас в таком виде получить, потому что ей придется за ваши же деньги вас хоронить, а зачем ей вас хоронить, если она может просто эти деньги потратить на себя, там, сумочку какую-то купить, туфельки, там, трусики, лифчики и так далее, для того, чтобы охмурить живого мужика, который побогаче, чем вы, вы ей как труп не нужны, она вас даже и хоронить не будет, то же самое касается России, и России вы, как груз-200, не нужны, потому что это нужно вас в какой-то ящик, там, или в полиэтиленовый черный прочный пакет положить, загрузить в машину, привезти из Украины на территорию России, развезти там по этим городам, по этим ебеням вашим российским, значит, на Дальний Восток и так далее, и тому подобное, расстояние большие, большие затраты, а зачем российскому государству, этой Российской империи тратить на вас деньги, если вас можно с территории Украины просто не забирать, и вы своим телом удобрите нашу плодородную украинскую землю, как это было много раз с этими татаро-монголами, которые лезли тут многократно на территорию Украины, Киевской Руси, и своей кровью, своим мясом удобрали наши земли плодородные, поэтому и пшеница так хорошо родит. Вот я держу котов, и, к сожалению, кошки рожают котят по три раза на год, ну, летом, начиная с февраля месяца они беременеют, ну, есть такие, которые в январе месяце уже беременны становятся, и до конца сезона, там, до ноября месяца, значит, у них идет процесс размножения, то есть три помета за год, может быть, ну, за вот этот период, начиная с января, и, то есть январе забеременено первый раз, там, или феврале, а второй раз она там летом забеременела, а третий раз, там, ближе к осени, и мне приходится этих котят уничтожать, к сожалению, вот, ну, я не могу тут тысячу котов держать, потому что это довольно затратно, они много едят, и, значит, много денег на это уходит, и времени уходит на то, чтобы еду это приготовить, я этих котят вынужден топить в ведре с водой, вот, маленьких, новорожденных, вот, ну, кошки есть такие хитрые, которые, она чувствует, что скоро ей родить надо, и она домой не приходит, она прячется в соседних заброшенных дворах, вот, тут по соседству на этом хуторе много дворов, которые заброшены, вот эти вот соседи-воры, которые тут, меня пытаются отсюда выжать, они там тоже хозяйничают, и там сады обносят, собирают урожай и так далее, а вот с моих садов они уже не могут урожай собирать, поэтому они меня люто ненавидят и пытаются убить там, и пытались уже нанять еще в 2014 году, значит, людей, ну, когда вот это вот АТО началось в Луганской и Донецкой области, когда тут украинские войска стояли под лесом, лагерем, значит, это АТОшники так называемые, пытался вот этот младший ховря нанять там за банку меда, он тоже пчеловодством занимается, но там с него такой пчеловод, как с меня балерина, вот, ворюга из моих ульев, рамки с сотами, с медом покрал, значит, больше 16 килограммов меда у меня украл на этих рамках, с 4 ульев по 2 рамки украл, ворюга, это тогда, когда я на один день ездил из села в Киев и на следующий день приезжаю, возвращаюсь и пошел на пасеку посмотреть, как там челы и увидел, что в моих улях лазили, а кто лазил? Больше некому, кроме как этому ховре, который тут через двор от меня живет, вот, ворюга такой местный, подлюка, паскуда, и ему верят, потому что он местный, потому что оно местное, сельское, оно тут родилось, а я, значит, киевлянин с высшим образованием и, значит, бывшего руководителя крупного сельскохозяйственного предприятия в Киеве, которое пчеловодством занималось, у меня в подчинении больше тысячи человек было, вот, мне местные обыдло не верят, потому что, ну, вот так вот, тупые люди, им-то бесполезно что-то рассказывать, вот как России, ты рассказываешь, что не лезьте на территорию Украины, и не надо воевать им, давайте лучше дружить и мирно торговать и так далее, нет, мы так не хотим, мы хотим на Украину напасть, захватить все, все присвоить, назначить свою власть и качать бабло и все ресурсы с территории Украины в Россию, мы не хотим, чтобы вы тут сами хозяйничали, мы хотим быть над вами хозяевами и так далее, ну, естественно, что украинцы на это не соглашаются, украинцы не хотят опять на 300 лет вернуться в рабство к России, к этому московскому царству и к российской этой империи, к российской этой федерации, к этому Советскому Союзу и не хотят быть рабами, мы хотим быть самостоятельными, свободными, независимыми и сами хозяйничать на своей земле, вот, ну, я уже довольно много как бы наговорил, наверное, уже надоел своими рассказами, в общем, идея такая, русские сдавайтесь, вы бесплатно воюете, рискуете своей жизнью, рискуете своим здоровьем, никто вас в России не ждет, если вы калекой придете, то жена с вами очень быстро заведется, буквально на второй день пойдет в ЗАГС, напишет заявление или в суд, напишет заявление на развод, и вы ей калека не нужны, она на вас ни копейки денег не потратит, и она будет себе искать другого богатого, который не калека, который на нее будет пахать, как ее личный раб, потому что ЗАГС это рабство мужчины в подчинении у бабы, вот, для вас это может быть открытие, вы думали, что вас жена любит, вы ее любите, она вас любит, ничего подобного, вы ее любите, она вас не любит, она вас терпит, и она вас использует только как своего личного раба, это везде происходит, это не только в России, это и в Украине, и в Молдавии, и в Польше, и в любой стране, в Европе, это мужчины уже давно поняли, поэтому они там в ЗАГС не бегут, и не расписываются с бабами, живут отдельно, или партнерство у них там есть, но такое партнерство, что имущество мужа принадлежит мужчине, а имущество жены принадлежит женщине, и при разводе имущество мужа женщине не переходит, а у нас все переходит, вот пошли в ЗАГС, вы подписали себе смертный приговор, это касается и украинцев, и в Украине, и в России, и в Молдавии, и в Белоруссии, та же самая ситуация, и в США, значит, пошел в ЗАГС, расписался с бабой, ты стал у нее рабом бесправным абсолютно, то есть ты со свободного человека превратился в раба бабы, она тебя разденет, разует, обберет до нитки, и голову вышвырнет с маленьким пакетиком, с полиэтиленовым, где будет пару трусов, пару носков, значит, и бритвенный прибор, станок для бритья и помазок, и все, и ни копейки денег, иди куда хочешь, на все четыре стороны, и на тебя еще навесят алименты, на каждого из твоих детей, и детям эта баба запретит общаться с тобой, с отцом своих детей, причем не факт, что это твои дети на 100% генетические, то есть она может нагулять детей и от соседа, от Васька, от Ашота, там, и Вазгена, вот, и от турка какого-нибудь, там, или от египтянина, или еще от кого-нибудь, или даже от Негра, вот, или от Якута, там, или от Бурята, или еще от кого-то, пока ты тут воюешь, с грязными яйцами бегаешь, и с немытой грязной жопой, с прилипшим говном на жопе, бегаешь, тут и жопу потереть тебе нечем, и в сухомятку тут питаешься, с сухим пайком, она там трахается, кувыркается, с Васьками всякими, с соседями, получает полное удовольствие, и сосет, и во все дыры дает, и заглатывает член по самые гланды, значит, по самые помидоры, а ты о ней думаешь, и ей зарплатную свою карточку оставил, а она на тебя срать хотела, потому что ты ей нужен только, как дуйная корова, если ты придешь инвалидом, она с тобой обязательно разведется, и даже если ты не инвалидом вернешься, все равно она с тобой разведется, потому что она будет искать мужика побогаче, не с твоей нищенской зарплатой, было раньше 300 долларов, ну, в рублях, конечно, а сейчас будет не 300 долларов, а в 4 раза меньше, ну, считай, 300 разделить на 4, это будет 75, ты с такой зарплатой нищенской нафиг не нужен, она с тобой разведется, отберет у тебя все, через суд отожмет, а тебя нищим выгонят на теплотрассу, и будешь там доживать свой век, будешь бомжевать, и платить еще по средней зарплате алименты на твоих детей, или даже не твоих, то есть генетически они не твои, нагулиные там от каких-то других мужиков, но в паспорт, в свидетельство о рождении, ты как отец записан, и через суд тебя поимеют так, что ты не рад будешь, что ты на свет родился, вот, поэтому прекращай воевать, не убивай украинских людей, убирайся нафиг с территории Украины, если можешь там дезертировать и убежать, вот, или сдавайся в плен, и тебя там по 3 раза на день будут кормить ежедневно, и в баню будут водить, и жопу помоешь, там яйца подмоешь, и лекарства тебе дадут, и полечат те ранения, которые ты получишь в результате боевых действий, и операции тебе сделают бесплатно, никто с тебя копейки не возьмет, и живым в целости и сохранности вернешься назад, но там уже с женой, конечно, у тебя проблемы будут, а может быть, ты только еще матери будешь нужны, и отцу, вот, поэтому прекращай воевать, вот, и не занимайся херней, ты не давал присягу российскому народу, что ты будешь воевать против Украины, или против Молдавии, или против Балтийских государств, против Литвы, Латвии, Эстонии, значит, против европейских государств, ну, это Восточная Европа, имеется в виду, там Польша, Балагария, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Белоруссия, то есть не Белоруссия, это самая Балагария, вот, ну, и так далее, там и другие государства, ты давал присягу воевать, давал присягу российскому народу воевать против захватчиков, которые нападут на территорию России, никто на территорию России не нападал, не нападает, и нападать не будет, поэтому с матовой удочки возвращайся назад на территорию России, вот, если есть возможность до границы там хотя бы пешком дойти там, вот, и, кстати, многие сейчас так делают, российские вояки, потому что поставок топлива нет, поставок продуктов нет, Магазины разворованы. У местного населения продукты заканчиваются. Мы тут сами сидим, как говорится, на бабах. Я вот, когда картошку чищу, я срезаю с картошки кожуру таким образом, чтобы глазки сохранились, и чтобы весной на посадку было что посадить в землю. Поэтому не сильно рассчитывайте, российские оккупанты, на то, что вас тут будут по три раза на день в селах кормить, и вы тут будете пировать и красную икру с черной икрой жрать ложками, и водкой запивать пшеничной, значит, и пировать тут, ничего подобного. Мы тут сами, значит, находимся в стесненных условиях в связи с этой войной. И хлеба получаем не каждый день столько, сколько хотели раньше, покупали. По буханочке хлеба в руки для того, чтобы хватило всем жителям в селе. А есть такие села, куда вообще хлеб не привозится. Вот лесные тут села есть, и есть тут по соседству села, которые в эту же объединенную территориальную громаду входят, куда хлеб не доставляют из бывшего райцентра городня. Ну, люди сами пекут хлеб, у кого там есть зерно, и у кого там есть, чем это зерно смолоть, или возят его на местные мукомольные такие вот, значит, цеха в соседнем селе, или в нашем селе, тут есть мельницы такие, где можно это зерно смолоть. И благодаря тому, что тут у нас есть такое сельскохозяйственное предприятие, которое и зерно сеет, и различные другие культуры выращивает. Есть запасы зерна, пшеницы, и есть машина, на которой можно это зерно смолоть. И благодаря этому эта мука возится в городню, и там на хлебопекарне есть из чего выпечь хлеб и для городни, и для других сел под городней, и для наших сел, ну, моего, вот этого села, где я живу, и соседнего села, которые в одну территориальную громаду входят. Так что мы тут тоже, значит, в стесненных условиях. Ну, конечно, мы не голодаем, мы не бедствуем, вот, так как вот эти несчастные разбомбленные города в Херсонской области, вот Мариуболь, там вообще до такого ужаса довели состояние, что вот ребенок даже маленький из-за обезвоживания организма, то есть воды просто в городе нет, в этом населенном пункте, и ребенок от обезвоживания умер от того, что он воды попить не мог. Ну, это вообще, фашисты такого не делали во время Второй мировой войны, как вот эти русские паскуды, эти рашисты, эти оккупанты, эти падлы, которые влезли сюда на территорию Украины, вытворяют такое с украинским народом и геноцидят украинский народ, уничтожают, невзирая ни на возраст, ни на пол, там, ни на социальное происхождение, ни на что, то есть убивают людей поголовно, то есть самый настоящий геноцид, то есть практически это повторение 1932-1933-1934 года, когда Советский Союз устроил голод на территории Украины, ну, пока не на всей территории Украины, но пытаются устроить, как это было вот в эти годы, которые я сказал, 1933-1934 год, в 1932-1934 год, когда Советский Союз устроил голод на Украине, выгребали все зерно, и это зерно отправляли за рубеж, в Америку, в Канаду, для того, чтобы технику завести, станки там, заводы покупались, для того, чтобы промышленность Советского Союза поднимать, а поднимали это за счет жизни украинцев, голод устроили, падли такие вот, это советская, паскудная, это власть, значит, НКВДшная, потом КГБшная, потом ФСБшная. Слава Украине, слава защитникам Украины, слава героям Украины, мы выстоим в этой войне, несмотря на всякие вот эти вот невзгоды как бы с разношерстностью населения, подавляющее большинство людей честные, порядочные, патриотичные, мужественные, ответственные, и защищают свою родную землю, и не испытывают вот это состояние злобы, ненависти к своему соседу. Вот сейчас, например, эвакуация сел и под Киевом, и под другими городами, и в Харьковской области, и так далее, делается куда? В города. Вот очень многие села, которые захвачены вот этими оккупантами, населенные пункты, и города там, и поселки городского типа, и поселки, они эвакуируются куда? В Киев, и в Киеве их принимают, и дают ими еду, и питье, и кров, и безопасность обеспечивают, и постель, и так далее. То есть сельских жителей, которые вот, ну не все поголовно, а некоторые из них по старой памяти советской ненавидят горожан, а им оказывается вот такой прием. То есть киевляне и в других городах, и в Полтаве там, и в Харькове, и так далее, там много городов, которые принимают население сельских жителей, и к ним абсолютно доброжелательное, приветственное такое человеческое отношение. А вот находятся такие паскуды, такие дураки, которые ненавидят киевлян, ну не только киевлян, там и других горожан, которые и образование получше имеют, чем местные недоучки, которые в школе учиться не хотели, курили там сигареты, и водку пили, и бухали там, и так далее. И вообще на это образование плевать хотели, потому что неинтересно им. Ну просто если ребенок по пьяни зачат, то ему это образование нафиг не нужно, потому что у него там мозг, он недоразвит. Как вот этот старший Ховря, которого в армию даже не взяли, сосед этот мой, Ворюга, которого даже в армию не взяли в советское время, потому что он умственно неполноценный. Он поросят тут на ферме воровал, значит и в тюрьме сидел за воровского поросят. Ну в общем такой фрукт, о котором все в селе известно, но тем не менее ему сельсовет, голова села вот этого местного, бабища такая тоже с пришибом, шизофреничка и психопатка такая, вот которая ненавидит горожан. Хотя сама училась в Чернигове, в Черниговском пединституте, дважды там училась, вот первый раз на факультете математики и физики, но она настолько тупая, что она не способна была преподавать в школе, где ее мать учительницей работала. И вот эту вот местную, вот эту вот училку, вот эту теперешнюю голову села устроили учительницей в младшие классы, ну с первого там по третий класс. И потом заставили ее еще раз получить образование уже со специализацией на младшие классы. Она второй раз там декстерном заканчивала по сокращенной программе, получала второе образование. Но какой дурой она была, такой дурой она и осталась. Что я еще хочу сказать, никогда не выбирайте баб начальницей, потому что баба по своему складу ума, она к сожалению не способна логически думать. Любая баба, независимо от того, какое у нее образование, сколько у нее там образований, где она училась, сколько она училась, к сожалению она логически думать не может. Ну так устроен человеческий организм. Мужчина может думать, причем не каждый, но подавляющее большинство может думать. А бабы, к сожалению, не способны логически думать. И у них всегда корость такая, чтобы мужчину обобрать, обвести вокруг пальца, обмануть, на нем поживиться и на нем проехать по жизни, а самой поменьше работать. Но вспомните сказку про рыбака и рыбку Александра Сергеевича Пушкина, когда эта бабища там и все на этом деде, на этом рыбаке пыталась выехать в жизни и оскорбляла его, унижала, там и дураком простофили его обзывала, а в результате после резкого взлета, благодаря золотой рыбке, которую дедушка этот рыбак выловил, она взлетела быстро и также резко вернулась обратно на то место, откуда она взлетела, и опять оказалась у разбитого корыта. Поэтому никогда не выбирайте начальницами баб. Вот когда вы там будете в свое ОТГ, или в мэров, или городов, или каких-то других населенных пунктов выбирать руководителя, всегда выбирайте мужчину, потому что мужчина, он имеет совершенно другой склад ума, у него есть порядочность, честность, у него есть чувство, ощущение родины. Мужчина за родину будет воевать, баба за родину воевать никогда не будет, потому что баба не ощущает, у нее нет такого понятия родины, ей без разницы какая тут власть, тут русские пришли, или фашисты напали. Вот я же рассказывал, что в то время, когда во время Второй мировой войны муж этой бабы местной воевал против немцев, она тут с немцами трахалась, то есть она его предала. Вот, и тут такие бабы были, которые и детей от немцев поражали. Родили немцев, приходит муж с войны, 34 года его там не было, вот, а тут ребенок бегает. От кого? Ну, ну, получился ребенок там, ну, неважно от кого, значит, ну, ребенок наш, ну, ладно, пусть будет. Вот, то есть мужчины соглашались. А были такие мужчины, которые из войны не вернулись, и бабы их не особенно ждали. Вот, поэтому то же самое сейчас и с Россией. Вас, баба, ваша жена назад вас не ждет. Вы ей карточку зарплатную отдали, и ей важны только деньги, а вы, как человек, как мужчина, ей, вы абсолютно, ну, без разницы. То есть, ну, убьет вас, ну, и черт с тобой. Вот, или покалечит тебя, значит, вернешься назад, она с тобой быстро разведется, и, опять же, вышвырнет тебя из дома, и все твое отнимет, отберет, и все, то, что ты заработал своим горбом, своим трудом, значит, у тебя это все отнимет через суд, потому что суд всегда стоит на защите бабы. Типа, защищаем женщину, защищаем детей, вот, все для детей, а на самом деле мужчину используют, как дуйную корову, которую доили, доили, когда корова перестала давать молоко, на мясокомбинат ее отправили, и на этом ее жизнь закончилась. То есть, мужчины, вас используют бабы в браке, когда вы в ЗАГС ходили, как дуйную корову. Всегда об этом знайте, помните, и никогда не забывайте. Думайте о себе, заботьтесь о себе, заботьтесь о своем здоровье, прекращайте воевать, идите назад, убегайте назад с территории Украины, кто может убежать, добежать до территории России, и там любым способом, значит, это самое, сохраните свою жизнь. И те, кто не может убежать далеко, заехали и бежать далеко, и не добежишь. То есть, я, например, пешком ходил раз в 8 или 10 от Чернигова, это 50 километров расстояние. Вот представьте себе, 56 лет дядьке такому, значит, пчеловоду. Вот, и пешочком 50 километров от Чернигова я шел. Ну, шел часов 9, там 10 часов, бывало даже и больше. И не просто шел, а вел рядом велосипед, причем велосипед не пустой, а груженный там каким-то грузом. Вот, а почему шел пешком? Потому что спицы лопались, или там колесо спускало. Естественно, что на спущенном колесе далеко не уедешь, поэтому приходилось идти пешком. И, значит, пешком я находил, ну, если 8 раз посчитать, по 58 на 5, это получается 400 километров пешочком. Вот, ну, если вы помоложе, и 50 километров, наверное, еще можете пройти. Ну, мне 56, а вам там лет сколько там, 30 или 20 или 25 лет. Ну, можете и больше, чем 50 километров пройти. Ну, так как вы это самое, там, какую-то там сумку какую-то на спине будете нести, или там турбу какую-то, значит, или какое-то вооружение, там автомат. Бросайте автоматы, они вам не нужны. Возвращайтесь без автоматов, безоружные. Типа вас там разоружили, там, украинские войска, значит, обстрел сделали, вы там со страху обосрались, бросили автоматы и убегали там, куда глаза глядят. И таким образом, без ничего, вернулись назад, и оружие вам это не надо. Зачем нести железяку, если можно налегке вернуться назад на территорию России. И не будете страдать, мучиться. За оружие с вас спроса не будет. Вот. Так что, буду уже заканчивать, уже довольно длительная беседа получилась. Значит, не суетесь на чужую землю, живите на своей земле, занимайтесь своим хозяйством, занимайтесь своими женами. Смотрите, чтобы они на блядки не ходили, не гуляли, и чтобы дети были у вас родные, а не нагулиные от ашотов, возгенов и всяких воськов, в то время, когда вы где-то там воюете. Потому что, вот по опыту войны Второй мировой, и в России, и в Белоруссии, и в Украине, очень многие бабы отдавались немцам с удовольствием, с радостью, и предавали таким образом своих мужей. И бабы никогда не поменяются. То же самое сейчас и в России происходит. Вот пока вы там, пока вы тут воюете, а ваши бабы там трахаются с соседями, там развлекаются, а с вас зарплату получают, с вашей зарплатной карточки. И срать они хотели на то, чтобы тут и помыться не можете, и подмыться не можете, и туалетной бумаги уже нет, жопы ничем потереть. Там пальцем потирайте говно свое, значит, понос там, или что у вас там, значит, из жопы вылазит наружу. Из тех сухпайков, которые, семилетней давности продукты, которые уже просрочены, а вам повыдавали такую жратву, что ее надо утилизировать, закопать на мусорной свалке, а вам еду такую повыдавали, как какому-то скоту, а не как людям. Вот такое отношение России к вам, к русским воякам, этим татарам-монголам, галадранцам, нищебродам, шантропе всякой, которые обманом сюда на территорию Украины заслали и заставили воевать. Слава защитникам Украины, желаю вам 100 лет жизни, здоровья богатырского, берегите свое здоровье, огромная вам благодарность за то, что вы защищаете свою родину, свою родную землю. Низкий вам поклон, удачи вам в жизни, до свидания, до следующих выпусков моих сообщений, всего вам хорошего.